Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас снова на этой серии тем. Мы продолжаем наше рассуждение о церкви, и сегодня мы вместе посмотрим еще на одно сравнение церкви, которое дает Бог. Интересно, когда мы откроем YouTube и посмотрим, сколько много вообще проповедей на эту тему. Но сегодня мы под таким разрезом посмотрим, которую, может быть, ни один проповедник как-то не поднимал. Но по-любому, когда мы открываем Библию, все равно какие-то новые мысли Бог нам дает. Перед тем, как мы будем говорить вообще, что это за тема, я бы хотел сначала прочесть несколько отрывков из Писания, а потом об этом говорить. Первый текст, который хотел открыть, это в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея мы читаем, 13 стих. Христос говорит, вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Это первый текст. Евангелист Марк добавляет еще несколько мыслей именно в эту тему. Когда мы открываем Евангелие от Марка, мы читаем 9 главу, последний стишок. 50. Соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. И Евангелист Лука в 14 главе, там два последних стишка, тоже поднимает эту тему. «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем поправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть, когда мы прочитали эти три отрывка, мы видим, что Христос, обращаясь к церкви, к каждому верующему, к своим ученикам, говорит о том, что вы – соль земли. То есть, это сегодня предназначение церкви. Небольшой экскурс в историю и технологию того, как на нашем столе появился этот продукт или появляется. Самое древнее, когда мы читаем описание, как люди добывали соль, история говорит о том, что они сжигали некоторые виды растений, и вот эту золу, которая после сжигания оставалась, они с морской водой немножко вот так перемешивали, высушивали, и это становилось тем продуктом, который они использовали потом в пище. Сегодня добычей соли занимается более ста стран по всему миру. На первом месте, я смотрю, стоит Китай, потом Америка, ну, потом Германия, остальные страны. И вот эти природные запасы растворимого минерала поистине огромны. Ученые говорят о том, что соль содержится в соляных озерах, естественно, в соляных растворах, в недрах земли. При этом глубина залегания каменных пластов может порой превышать 5 километров. Ученые подсчитали, что вот если достать всю соль, вообще с моря, с вот этих недр, ее хватило бы, чтобы покрыть всю нашу планету пластом 45 метров толщины. На сегодня используется несколько видов добычи соли, но я бы хотел небольшой экскурс сделать, потому что я жил в свое время недалеко от того места, где добывают соль, и мне один брат принес и показал, как это происходит. Он принес, это называется керн, он принес метровый такой столбик, я его просто разломал, потому что он здоровый сильно. И вот в таком виде, вот она почти не прозрачная, оно находится в недрах. Хотя, когда бурят и добывают эту соль, она бывает разная, бывает вообще аж до темного цвета, но бывает попадается вообще прозрачная, вот такой вот, как кристаллик, почти как стекло, чуть-чуть затуманено, но вот такая бывает соль. То есть это в природе. Это тоже интересно. Соль. Есть несколько способов, как добывают соль. Самый первый способ, я бы хотел на него обратить внимание, это бассейновый способ. Он используется для добычи самоосадочной соли. Он используется, образуется в воде морей, озер, очень много в Палестине, кстати, вот так добывают соль. По сути, этот способ был подсказан людям самой природой. Суть очень проста. Вот в этих лиманах, которые отделяются от моря, песчаными косами или дюнами, вот так делают перегородки, и в сухую, жаркую погоду, вот эта водичка испаряется, и там собирается соль, которую можно собирать даже лопатами, и отправлять на обработку. Твердая соль, которая расположена уже в недрах нашей планеты, она образует настоящие горы, основание которой уходит вглубь до 8 километров. А вершины часто выступают даже над земной поверхностью в виде соляных куполов. Их образование происходит в результате воздействия на каменную солевую массу межпластового давления и температуры. И вот становясь пластичным, соляной монолит медленно продвигается вверх, к поверхности земли, где и ведется добыча каменной соли. Интересно, что в Артемовске, или в Солидарии, где добывают эту соль, есть самая большая шахта, 800 метров. Там даже запускали воздушный шар. Это занесено в книгу Геннеса, рекордов. И вот эти залежи располагаются на глубине от 100 до 600 метров. И вот там добыча ведется шахтным способом. Другой способ добычи каменной соли называется подземным выщелачиванием. То есть в зависимости от мощности и глубины соляного пласта на месторождение закладывается сеть скважин, в которой под давлением закачивается пресная горячая вода, которая растворяет солевую породу. И вот этот превративший в жидкость солевой раствор выкачивает с использованием шлаковых насосов, шламовых насосов. Необходимость применения именно такого оборудования, которое было бы устойчиво к химическому и механическому воздействию, обуславливается агрессивная среда раствора. То есть она концентрирована очень. И содержатся в нем острые и твердые частицы. Поступая в огромные вакуумные резервуары, с понижением давления вот этот солевой раствор начинает испаряться, и кристаллы соли оседают на дно. Измельчают полученную соль с помощью центрофуги. Вот этот способ добычи поваренной соли еще называют вакуумным. Он имеет ряд преимуществ. В том числе, невысокую себестоимость рассола, возможность добычи продукта глубоко залегающих месторождений от двух километров и дальше, и минимум человеческих ресурсов. Поэтому изначально добытая соль всегда является технической, или галит. Однако, при добыче может быть использован уникальный технологический процесс, который дает возможность добывать соль очень высокого качества. Это вакуумная добыча, и при этом получается соль класса экстра. Возвращаемся к соли. Когда мы смотрим на химию соли, ее называют натрий хлор или хлорид натрия. Ну, ее по-разному называют. Кто так, кто так. Ну, суть одна. Давайте посмотрим вообще на химию соли, потому что это очень интересный момент. Первый элемент с таблицей Менделеева – это натрий. Это химический элемент первой группы третьего периода периодической системы Менделеева с атомным номером 11. Вот стрелочка там показана. Как простое вещество представляет мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. В свободном виде не встречается, но может быть получен из различных соединений. Натрий – это шестой по распространенности элемент в земной коре. Он находится в составе многочисленных минералов, включая полевые шпаты, садолит и каменную соль. Натрий – это такой серебристо-белый металл в тонких слоях с фиолетовым оттенком. Пластичен, даже мягок, почти как пластилин. Легко режется ножом. Свежий срез натрия блестит. Величины электропроводности и теплопроводности натрия очень высокие. Температура плавления – 97 с лишним градусов. Температура кипения – 883 градуса. Под высоким давлением становится прозрачным и красным, как рубин. С водой натрий реагирует очень бурно. Помещенный в воду кусочек натрия всплывает, из-за выделяющего тепла плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды. Реакция идет с выделением водорода, который может воспламениться и может произойти взрыв. Я это испытывал в своей жизни, знаю, что это такое. Второй элемент с химической таблицы – хлор. Это идет с атомным номером уже под цифрой 17. Он принадлежит к 17-й группе периодической таблицы химических элементов. И он уже находится в третьем периоде таблицы. Химический активный неметалл. Входит в группу галогенов. Простое вещество хлор при нормальных условиях – это ядовитый газ желтовато-зеленого цвета. Он тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым металлическим вкусом. При нормальных условиях хлор – желто-зеленый газ с удушающим запахом. Почему мы поднимаем формулу соли? Вы сейчас поймете. Давайте вернемся чуть-чуть позже к этому вопросу. Где вообще мы применяем соль? Согласно данным специального института соли, соль можно применять 14 тысячами способов. Я бы хотел перечислить самые основные. И вот самое интересное, я тоже был этим поражен. На первом месте соль используется, обратите внимание, в строительстве. То есть добавляют в раствор соляные блоки. Интересно, что есть несколько городов в Африке, где полностью дома с соли. Там очень редко выпадает влага, поэтому строят напрямую с таких соляных блоков. На втором месте на кухне – это варка, консервация, для того, чтобы вкусно стало. На третьем месте чистка – это канализация, удаление запаха. Даже если на кухне молоко пригорело, я знаю, бабушка всегда солью посыпет, и сразу запах пропадает. В стирке белья – это удаление пятен, сохранение цвета. В домашнем хозяйстве – это борьба с насекомыми, оледенение и так далее. Солидария – личная гигиена. Это уход за полостью рта, укусы насекомых, при скрабе делают, когда надо удалить омертвевшую кожу, или лечение. Интересно, в Солидарии есть в шахте специально санаторий, где лечат легочников. Но интересно, те люди, которые живут там или работают, для них это не помогает. Они уже к этому привыкли. И вот, возвращаясь к Библии, мы видим, что Христос, посмотрев на вот этот продукт интересный, говорит, что церковь должна стать солью. У меня вопрос, а что он хотел сказать вот этим сравнением? Вот давайте снова вернемся к нашему списку, где применяется соль, и мы посмотрим, какое интересное сравнение Христос сделал, когда сказал, что мы, как христиане или церковь в целом, должны быть солью. Возвращаемся к строительству. Это на первом месте стоит вопрос, где используется соль. Причем здесь соль, Библия, верующие и вопрос строительства. А это интересно. Давайте прочитаем это послание Павла к Ефесянам. Я бы хотел зачитать 4 главу, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть апостол Павел говорит, когда строится вот этот организм, в церкви, из крайне противоположных вещей. Вы помните, о чем мы говорили? Натрий, он взрывается, хлор отравляет. И вот здесь как раз мы видим проявление Божьей благодати. Бог берет вот таких людей, с которыми рядом нельзя сидеть, он или взрывается, или отравляет все вокруг, и Божья благодать делает из него соль. И вот церковь начинает расти. Вот эти негативные проявления, которые вот крайне нежелательны, они изменяют что-то в самом человеке. И потом, когда он становится солью, церковь становится крепче, которую Бог созидает. Строится церковь. Второй вопрос, который мы подняли в нашем списке, это вопрос пищи. Я снова вернусь к Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея 5.13. Христос говорит, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как раз и выбросить ее вон, на попрание людям. Вот здесь сразу хочется обратить внимание на такие элементы. Дело в том, что вот это вкусовое применение, то есть соленое или безвкусное, оно сразу показывается нашими вкусовыми рецепторами. И второй момент, Христос говорит, соль нужна для консервации. То есть она предохраняет от порчи, как сам продукт, так и те продукты, с которыми вот этот продукт может соприкоснуться. То есть оно напрямую влияет для консервации. Не пропадают продукты. Третий момент в нашем списке – это чистка. Когда мы говорим о чистке, и нас сегодня как верующих, я бы хотел обратить ваше внимание на один интересный текст, где Иоанн в своем послании, в первом Иоанна, в третьей главе, говорит нам в третьем стишке. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». То есть в первую очередь верующий, то есть если он хочет быть солью, он просто обязан думать о своей чистоте перед Богом, чтобы было что продемонстрировать в этом мире. Следующий по списку у нас идет момент стирка. Когда мы говорим о стирке, и о нас, как о христианах, что Библия говорит нам на эту тему? Когда мы читаем первое Иоанна, мы читаем в первой главе вот такой интересный стишок в седьмом стихе. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Интересно, что если взять полностью весь организм человека, в организме примерно от 300 до 150 грамм соли, и большая часть в организме, где есть соль, в крови. Вот этот процесс в жизни христианина, который желает быть солью, он продолжается постоянно. То есть это как бы стирка праведности. Она происходит всякий раз, когда мы споткнулись, и понимаем о том, что мы запачкались, мы должны вновь идти ко Христу за вот этим очищением. Причем верующий человек не стесняется свидетельствовать о своем опыте очищения перед другими людьми. Когда вы посмотрите 32-й псалом, 50-й, Давид прямо говорит, да, он согрешил, да, он согрешил перед Богом, очень сильно согрешил, но он рассказывает о том, как он получил это очищение. Он пришел к Богу, попросил прощения, и кровь Христа очистила его. Следующая сфера, где используется соль по списку у нас, это домашнее хозяйство. Вот когда Христос говорит о церкви, как о соли, Он тут же описывает церковь, как свет. Причем Он совмещает эти понятия, как соль, так и свет. Снова возвращаемся к Евангелии от Матфея, в 5-й главе. Я бы хотел прочитать с 13-го по 15-й стих. «Соль, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как раз и выбросить ее вон на попране людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Вот заметьте интересную вещь. Применение соли, вот этого нашего влияния, оно, Библия говорит, должно начинаться с дома. Именно в семье вот начинается самое положительное влияние нас, как христиан. И вот наше действие, как соли, постепенно, по чуть-чуть, начинает свою работу. Дома, соседям, потом на работе, потом в городе и так дальше. Следующий момент в списке у нас стал личная гигиена. Интересный тоже процесс. Когда мы говорим о личной гигиене, я бы хотел вместе с вами прочесть послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 12 стишок. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное». То есть, когда я читаю этот отрывок, христианин в первую очередь следит за собой, за своим духовным здоровьем. Он для этого пользуется всеми средствами. Это Библия, молитва, посвящение, сотрудничество с Богом. Идет очищение Его. Хотел бы сделать небольшой итог в наших рассуждениях. Посмотрите, что интересно происходит. Бог берет нас, такие, как мы есть, вот таких взрывных или непредсказуемых, как натрий. Он берет вот таких язвительных, ядовитых, как хлор. И Он с каждого из нас хочет сделать христианина. Он хочет сделать вот этот хлорид натрия. Он хочет сделать нас солью для этого мира. Что после этого хочется сказать? Вот обратите внимание, каждый, то есть я и вы, или соль, или таковым не являюсь. И вы посмотрите, что от этого зависит, какие последствия. Или я соль для мира, или меня просто выбросят на попрание искупленных. И вот смотря на этот вопрос, нам может показаться, что эта планка настолько высокая, может быть даже вообще недостижимая, но это не так. Если это было что-то недостижимым, Христос вообще не поднял бы эту тему. Но когда я смотрю на этот вопрос, многие верующие опускают руки, видя, что они далеко не соль. Что это изменение с натрия или хлора не получилось в хлорид натрия. Может быть мы посмотрим не под таким углом. Дело в том, что сами мы по себе никогда не сможем стать вот этой солью для мира. Дело в том, что это процесс, и этим занимается Бог, если я Ему это разрешу. Как это происходит? Я бы вместе с вами хотел обратить внимание на одну интересную цитату. Эбигайл Ван Берин, американская журналистка, как-то сказала, церковь скорее лечебница для грешников, чем музей святых. Посмотрите, как это важно. Божья благодать работает вот в такой химической лаборатории церкви, чтобы из меня или вас, вместо хлора или натрия, сделать совершенно новое вещество или личность с качествами хлорида натрия. Светлана Теребилина написала стихотворение на эту тему. Я бы хотел вместе с вами поделиться этим стихотворением. Соль по вкусу ни с чем не спутать. Хоть крупица ее во рту. Наша верная жизнь кому-то станет стрелочкой ко Христу. Наша истинная соленость жажду вызовет у людей. То не догмы в Христа влюбленность послушных его детей. Ни претензии и упреки, благодарного сердца пульс нашим зрителям даст уроки те, что нам преподал Иисус. Наша вера должна быть солью среди сладких и горьких блюд. Мы должны дорожить той ролью. Соль земли не так всех зовут. Соль без страха, жизнь без страха и компромисса, жизнь с мозолями от любви, да с кому-то из тьмы пробиться и к Христовой припасть крови. Божья чистая жизнь святая отличает от мира нас. Это трудно порой, я знаю, но сверх сил Бог труда не даст. Иисус, наша соль и святость, на Него каждый день смотри. Жизнь соленая будет в радость, если Бог твой живет внутри. Бог, победитель боли, победитель греха и лжи, люди вкуса щутят той соли, что даст жажду для их души. Их подделкой не обманешь, много пресных, увы, церквей. Если ты соленым не станешь, все напрасны слова, поверь. Соль по вкусу ни с чем не спутать, хоть крупинка ее во рту, только верная жизнь кому-то станет стрелочкой ко Христу. Я бы хотел вместе с вами помолиться об этом. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе после всех этих рассуждений, этих уроков, которые Ты даешь нам. Господи, обращаясь к Тебе, просим, возьми нас, вот таких взрывных или ядовитых, и сделай солью. Солью для семьи, для церкви, для мира. Боже, мы сами не можем это сделать. Прошу, сделай это с нами во имя Твоей крови. Я прошу это все во имя Твоей крови, во имя Иисуса Христа, во имя того, что Ты хочешь сделать со мной. Аминь. В конце хочется переделать один текст по нашей теме. Я считаю, что это не будет каким-то кощунством над Словом Божиим, но я хотел бы текст просто применительно к нашей теме немножко переделать. Матфея, 4 глава, 19 стих. Христос говорит нам, идите за мной, и я сделаю вас солью земли. Аминь.